Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь хочется сказать следующее. То, что произошло, является следствием ваших проблем в браке между вами. То, что произошло, является следствием личных проблем вашего мужа. И для начала важно понять, какие проблемы есть между вами в браке. Почему, к примеру, само удовлетворение для вашего мужа более привлекательно, чем, допустим, секс с вами. Но это очень важная история. Очень важный момент. Дальше. Дальше. Конечно, у вашего мужа есть определенные, ну, определенные трудности. Конечно. Конечно, у вашего мужа есть определенные трудности и есть определенные сложности. Но, вряд ли, вы не знали о них до этого. Раньше. Вот. И, соответственно, нужно поисследовать, насколько хорошо тогда вообще вы своего мужа знаете. Что для вас стало откровением определенное его поведение. Вот. Следующий аспект. Вы, вероятно, принимаете на свой счет то, что он делает. То есть вы воспринимаете это как личное оскорбление. Если это так, то необходимо, конечно, отделить то, что чувствуете вы, к примеру, от того, что делает мужчина. Потому что одно с другим не связано. Ситуацию усугубляют некоторые проблемы между вами. Ситуация усугубляет, возможно, отсутствие доверия между вами, отсутствие открытости, откровенности между вами, да. Но с вами подобная история не связана. По крайней мере, напрямую. И если вы чувствуете, к примеру, что вас, именно вас, подобный момент задевает, если вы чувствуете, если вы ощущаете, что подобный аспект вас задевает, то нужно с этим поработать, чтобы не задевал. В том смысле, что к вам это отношение не имеет никакого. И, возможно, это становится возможным, что всякция вас это задевает, именно благодаря тому, что уже у вас есть некие личностные проблемы, которые вас, к примеру, беспокоят. И если это так, то с этими проблемами нужно также поработать, чтобы вы чувствовали себя с мужем более свободно, чтобы чувствовали себя более искренне, чтобы вы были более естественны и оказали ему поддержку в том, что с ним сейчас происходит. Что касается действий, то действий вашего мужа, то как, в общем-то, правильно сказали мои коллеги, бороться с этим ни в коем случае не нужно, а вот раскрыть причины его поведения вполне себе можно. Но для этого необходимо поработать уже и лично с ним, если он считает данную ситуацию проблемной. Если он здесь считает данную ситуацию, ну, конфликтной, конфликтной, например. Если сам мужчина ситуацию проблем не видит, то, соответственно, и бороться здесь нечем. Потому что для него ситуация не будет такой трагичной. Вот и все. Да, у мужчины такой фитиш, и этот фитиш может противоречить вашим моральным взглядам. Этот фитиш может противоречить тому, что вы считаете правильным и важным. Но, по большому счету, это мало что меняет. Самое что, если вы любите своего мужа, то вы примите то, что он делает. Ну, конечно, если вы не способны это сделать. А если вы считаете, что такого быть не должно, то вам нужно поставить своего мужчину, к примеру, этот факт, и, собственно, как есть ему сказать, что если ты хочешь быть со мной, то, соответственно, тебе нужно представить это дело, к примеру. Но, в таком случае, есть большие риски, что мужчина от вас уйдет. Кроме того, прежде чем ставить такие ограничительные условия, нужно предложить мужчине раскрыть и реализовать его желание, которое у него есть. Тогда то, что, ну, то, о чем мы говорим, будет иметь какой-либо смысл. Что же касается бороться, то борьба это подавление. Подавление вызывает только лишь усиливающуюся сублимацию, которая не всегда проходит гладком. Так что, насчет подавления, я бы не рекомендовал быть, насчет активной действия. Вот, примерно так, я думаю, вам можно ответить. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok и Капа Бежать